Увеличенные пенсии уже с 1 октября и новая земельная реформа. Премьер-министр Владимир Гройсман во время презентации проекта плана приоритетных действий до 2020 года анонсировал пять правительственных инициатив. Среди них приватизация нерентабельных предприятий и реформы, пенсионное, здравоохранение, образование и земельное. Александр Васильченко продолжит. Введение бонплаты на газ с 1 апреля на заседании Кабмина тема не обсуждаемая. Министров больше интересует вопрос, почему сайт электронного декларирования не работает больше недели. Глава на ПК Наталья Корчак уверяет, виновные найдены, в ближайшее время их накажут. Разобраться обещают и в Минюсте. Там уже разработали законопроект, который упростит работу на ПК. Вместо коллегии останется один руководитель. А деятельность агентства будет контролировать независимый аудит. Когда есть неэффективное управление, то шукает, кто виновен. Вместо того, чтобы проводить свою работу, на которую украинцы фактически сплачут 600 миллионов гривен на отримание НЗК, руководство НЗК шукает, кто виновен. То уряд виновен, то УСС, то еще кто-то виновен. Поэтому так не должно быть. И мы эту ситуацию выбираем. Тем временем, главное в повестке дня Кабмина – повышение пенсии уже с 1 октября. Но это станет возможным только, если Верховная Рада проголосует за правительственные инициативы. Гройсман подчеркнул, сейчас за чертой бедности 80% пенсионеров. Мы говорили про то, что мы можем с 1 октября поднять минимальную заработную плату вдвече. Мы сказали абсолютно правду. И мы это с вами сделали. Вот сегодня я говорю абсолютно объективно. При проведении пенсионной реформы, которую будет пропоновать уряд, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно подвышим пенсии украинцам. Призвал премьеры к прозрачной приватизации госпредприятий. В Кабмине уверяют, это обеспечит экономику миллиардами долларов, привлечет инвестиции и создаст новые рабочие места. Также Гройсман пообещал, в ближайшее время правительство предоставит общественности новую земельную реформу. То, что запропонует уряд, будет величезным сюрпризом, в том числе и для наших псевдореформаторов, в лапках я имею на увазе, и популистов. Мова идет про то, что мы запропонуем абсолютно качественную модель обеих земель. В интересах украинцев, по словам премьера, и новая реформа здравоохранения. Глава правительства подчеркнул, вкладывать деньги будут не в ремонт медучреждений, а станут повышать качество медицинских услуг. Александр Васильченко, Вадим Сверидонов. Подробности – телеканал «Интер».